Фирма SSIP Фирма SSIP Исходно Мы знали фирму Рауту Руки Потом она стала называться Руки Сейчас она стала называться SSIP А завод все тот же В городе Камилина Наш любимый завод Завод, на котором производят Нанесение цинка и окраски На готовый подкат Подкат делают на каком-то другом заводе Так вот, мы верим в рассказ Что почему-то Именно этот завод Исходно целился в кровельную сталь Сталь для стройки А бывают заводы Не знаю какие, но бывают Которые делают сталь Например, для автомобильной промышленности А то, что не подошло Для автомобильной промышленности Называется встрой Вот Вот SSIP Исходно подбирала Рецептуру там что-то делала Под то, чтобы делать правильную сталь Для стройки Вот такое принципиально отлично Даже цветовую гамму свою Стандартно РР Да, РР Они Как бы под старые краски подгоняли Там черный цвет традиционный Был Тридцать этот назывался Красный Тоже это типичный финский цвет Зеленый Очень популярен Вот Значит Стали Стали Марки стали Принципиально делятся На два класса Ну не вставай Сталь только На Сталь формовочную И сталь Имеющую жесткость Скажем так Значит вот Металлочерепицу Принято делать Из стали Которой Характеристики На Ну Сигма Так называемый Сигма То есть Предел Текучести И предел Прочности Да Разрыв Разрыв Да Не менее Заданного Вот например 280 Сталь Обозначает Что Она разорвется При Напряжении Не менее 200 В общем 28 килограмм На квадратный Миллиметр Вот так 285 Может быть 300 Может быть 330 Но не меньше А пластичные Стали Они Маркируются Наоборот Потому что Этот параметр Не больше Чем Определенные Значения То есть В одних Случае Ценится Жесткость А в других Случае Ценится Пластичность Значит Стали Которые Жесткие Предназначены Конструкционные Стали Условно 260 280 320 Такие Цифры Применяются В основном Для проката Например Для Поп-листа И металл-череп О, я примерно Правильно Рассказываю Да? Да, вот у нас Катерина Здесь присутствует Она возила Нас На экскурсии Не менее Такого Параметра А формовочные Стали 51 52 53 54 52 53 ДХ Они наоборот По мягкости Ценность мягкости Возможности Формования Для глубокой Вытяжки Для особо Глубой Вытяжки Для средней Вытяжки Примерно Так Значит Для Ну что интересно Есть диапазон В котором Эти характеристики Пересекаются То есть Характеристики 280 Стали И характеристики 52 Стали Есть диапазон Где они Пересекаются То есть Однажды Может попасться Партия В которой И 250 Стали И 52 Имеет Одинокую Характеристики Да, да 51 Точно Такое Бывает Да Вот Значит Дальше Я скажу Так Ни один Завод Особенно Ничего Не гарантирует В контракте Фишут Просто По Европейскому Стандарту ЕН Какой-то А на словах Говорим Ну мы Постараемся Но мы Постараемся Сделать Сталь Такое Как делали В прошлый раз Хотя Ничего Не гарантирует В контракте Напишем Только то Что у нас Ответствует Вот с такими Воротами Стандарта Ну вот По нашему Опыту ССАИБ Старается И Повторяемость Характеристик Стали ССАИБ Хорошая Когда мы Заключаем Контракт С ССАИБ И с любым Другим Заводом Мы Конечно Говорим Ребят Вот постарайтесь Сделать Сталь Такой Как в прошлый раз Они говорят Мы постараемся Но в контракте Напишем По ЕН Номер Такой Претензий Никаких Но С каждой Партии Стали Приходит Сертификат В котором Указаны Конкретные Параметры Этой Партии В контракте Написано Например Что вот этот Параметр Будет Не меньше Чего-то Так Это на мягкую Сталь Как интересно Здесь 200 Сейчас я посмотрю Катя Ты лучше понимаешь На какую Сталь На какую На мягкую Наверное Я взял Не тот Есть Только второй Лиц Заявная Катерестика А вот 281 Все нормально Короче Я к чему Это говорю Потому что Эти параметры Можно померить И они важны Вот Что у нас Сейчас делают Ребята Ребята Скручивают Сталь По радиусу В линии В три Ну в три Слота Во много Слоев То есть Ребята Делают Есть Что-нибудь Рисующе Да Грандаш Маркель Вот Вот то Что мы там Увидим Ребята Сделали Радиусную Фигуру Радиус А дальше Они должны Вот эту часть Завернуть Сюда Один раз А потом Еще один раз А это Вещь Короткая То есть Для того Чтобы Вот эту Штуку Завернуть Сюда Ее надо Растянуть То есть Растяжение Стали Позволяет Способность Стали Растягиваться Позволяет Делать То Что ребята Делают А Можно Сталь Немножко Подковывать Так Чтобы Ударами Молотка Более Жесткими Мастера Умеют Я примерно Правильно Любишь Да То есть Можно Растягивать За счет того Что сталь Сама Растягивается А можно Ее Оковывать Немножко То есть Когда ты Уменьшаешь Колщину И за счет Этого Она распускается В длину То есть Характеристика Растяжения Является Важной И мы Сейчас Просто Посмотрим Как ведут себя Разные Марки Стали Вот есть Стандарт На испытании Стали Я на самом деле Стандарты Старые Люблю Это стандарт 1986 года Для чего Он нужен Для того Чтобы Вот допустим Написано Что Растяжение 37% Да Может быть 100 методик Как померить И Как бы 37% Растяжение При условии Что мерили По методике Описанной В каком-то Докумении Методику Придумать Не надо Вот В этой методике Борис Открой Страницу Не знаю Какую Вот До такого Что тебе надо Листать Страница 6 примерно Страница 6 примерно Сейчас Каким Будут Борис нам Покажет Вот Вот Нужно Вырезать Это Стандартное Испытание Материала С толщиной От 0,5 До 3 Мм Вот Нужно Вырезать Пластину И взять Размер L0 Вот 4 ширины Вот Я От 50 Мм 12,5 Ширина Дело В том Что Часть человечества Живет В дюймах В дюймах Они берут 2 дюйма Здесь 6 квадратных Мм Эта сталь Должна Порваться Примерно При 30 Килограммах 30 35 Килограммах На Квадратный Мм То есть Она должна Порваться При 180 200 Килограмм Растягивающей Нагрузки Ну Вы знаете Что мы любим Простыми Языком Объяснять Разные Вещи Делать Простые Эксперименты Сейчас Мы опять Методом Рычага Опа Крюч На 19 А где же Он Лежал На Этой Штуке Вот Все 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 Отлично Спрятался А Значит Без электронного Прибора Безо Всякого Мы сейчас Просто Померяем Методом Помним Архимеда Рычаг Архимеда Вот Я зажимаю Заготовку Так Чтоб Она Не могла Вытянуться Для чего Кстати Делают Такие Линии Вот Если Я в тисках Зажал бы Здесь То Ведерка Вероятно Что Прямо Тисок Порвется Это Будет Неинформативно Может Порвалась В зоне Обозначенной Мною Мергоризки Сейчас Я У меня 8 Заготовок Прикотовы Посмотрим Будет У нас 8 Но Это Простой Эксперимент Вот Все Да Сергей Пожалуйста Помогай Мне Так Разжимаем Тиски Разжимай Тиски Пожалуйста Еще Немножко Все Значит Вот Она будет Опираться Вот этой Фрезерованной Штучкой Здесь Плечо 24 Км А сюда Мы будем Прикладывать Груз Учтем Собственной Нагрузкой Стоит Серега Зажимай Тиски Пожалуйста Зажимай Сильно Серега Работал Фрезеровщиком Тиски Фрезерного Станка Для него Прохранные Вот Вот Видите Вот у нас Сталь Сейчас На рычаге Нет груза Но Все равно Есть начальная Нагрузка Мы взвешивали Плали на эту штуку 0,8 кг На 800 г На метр На метре 800 г Здесь где-то 1,45 Плечо Значит 800 г 0,8 На 24 Умножь Ой Подождите На 44 На 44 Умножь Так И мы начинаем Вешать груз Вот сейчас Мы повесили груз Вот сюда Видите Все нормально Сюда Держит Потому что Это сталь Да Хорошая Сюда Держит Сюда Держит Сюда Держит То есть Все Она находится В упругом состоянии Пока Это вес 5 кг 5 кг На метр Мы приложили Значит Пожалуйста 5 кг 200 кг С лишним Нормально Все получится Вот теперь Мы Я догружусь Двое больше Поэтому Вот Друга Делай более Верни ее на упоры Так Держи груз Отлично Неотлично Все Неотлично Неотлично Все Все Начинаем Все Отпускай Вот Когда мы Доведем До полметра Это будет То же самое Что было До этого А дальше Начнется чудо Вот здесь Она Начнет Двинуться Так О Видите Вот А Кстати Это 280 Сталь Жесткая Это Сталь Которая Работает Сегодня Вот Все Процесс Сейчас Я буквально На сантиметр Двину Процесс Станет Необратим До определенного Момента Так Наступает Пластичная Деформация Вот Рулет Значит Сейчас Рычаг 10 килограмм умножить на 80 делить на 24 и можно померить расстояние между рисками вот если я их сейчас приложу друг другу и измерю расстояние между рисками оно будет 60 миллиметров может быть меньше 58 миллиметров вот растянулась на 8 миллиметров от 50 миллиметров то есть на 14 процентов растянулась эта сталь при такой методике измерения при другой методике растянулся больше там можно было делать риски через 5 миллиметров и в шейке измерять измерение то есть в самом тонком измерять растяжение в шейке а мы измеряем между рисками я сейчас поставил пластичную сталь вот это сталь двести ну короче это сталь двести ну короче это сталь двести и вытянется больше давай начиная с 5 килограммов начинаем с пяти килограммов начинаем с калорийночки все хорошо все примерно та же точка и погнали вот видите где поезд сейчас зона пластичной деформации пластичной деформации и мы ну во первых тут 60 до видно что тут намного меньше то есть процентов на 20 она пошла на разрыв и она начала тянуться при усилии процентов на 20 меньше и здесь будет миллиметров давайте здесь будет миллиметров 65-70 я думаю вот это кстати классический эксперимент запомат какой-нибудь первый пункт примерно только там настоящая разрывная машина электронная стоит дорого 450 тысяч не стали покупать вот утонение такая шейка называется по которой все это потом порвалось в зоне утонения растянулось очень много а суммарно 62 миллиметра то есть растянулось больше тянуться начало при меньшем усилии это смотрите при растяжении при растяжении на жене 50 но вот эта часть совсем не тянулась вот так называемые шейки растяжение процентов на 30 на 40 ну что посмотрим медь да медь медь посмотрим что-то не слышу голосование медь ноу-нэйм Серега у тебя право какая медь хорошая ну вообще-то я думаю что импортная да я думаю что импортная медь о, я же пластиномер не принесу сюда у нас есть пластиномер вот здесь вот прям на этом зажать ну ладно, не важно медь слабее, чем ставить, естественно не страшно отлично сейчас мы измерим пластиномер так, риски у меня тоже есть так, Серега как всегда приберем пластиномер ну что, высоковато 5 килограмм значит 5 килограмм вот здесь держит, держит, держит то есть медь довольно жесткая, смотрите держит практически тот же вес я не стал тратить слишком много времени я бы сделал более надежную машину у нас есть станки, фреймеры так, за 6 секунд о, вот все, поехало о, поехало, вот все я ей не помогаю, не мешаю я ее страхую кстати, очень странно иметь очень мало вытянулось и очень резко провала практически нет шлейфи то есть для меди я удивился результату этого для меди ну и для разнообразия посмотрим алюминий давай, ручка где ручка а ты где попробуешь а? ты где попробуешь ну не, принеси, мы вырежем то есть это какая-то марка меди жесткая у нас не было вообще медь вытянулась крайне мало вообще никак 55 миллиметров 55 миллиметров между рисками алюминий вытянется еще меньше и у алюминия будет сухой разрыв что называется? это просто единомоментно порвется вообще без образования шейки вот это утонение когда металл начинает курить называется шейм алюминий просто сухой разрыв единомоментный будет без вытяжки а медиа-то пытает ну не знаю ну и возьмем о, вот, все все, все, все видите, все то есть алюминием должны работать супермастера он просто не тянется да, Михаил? я думаю, тут вытяжка на 51 миллиметр и порвался он 5-килограммовым грузом 5-килограммовым там, где сталь рвется на 10 килограммов причем алюминий этот толще, чем значит, у нас с вами была сталь толщиной 0,53 вместе с покрытием это значит 0,48 основа это сталь 52-ая сталь 280-я у нас с вами была тоже 0,53-0,48 основа медь у нас с вами была до 0,56 измеренное значение толщины алюминий, я думаю, был толще да, 0,67 алюминий то есть его сечение было больше но он выдержал там 120-130 килограмм на квадратный миллиметр и если вы найдете в справочнике то есть, ну а какая и будет там 120-130 килограммов, кое, чем устали а у меди почти как устали так и есть у меди почти как устали мы обязательно отрежем медь настоящую вот эта станок будет стоять там в зале и для желающих, вместе с желающими мы повторим этот эксперимент и там цинк посмотрим здесь не будем, там посмотрим печь да, печь с вами посмотрим и решаем ферезонос так я, в общем-то, закончил закончил я хотел сказать, что стали, на самом деле есть технические марки стали технические и сколько бы стали не называли фа все эти шмак что до этого называли, какие слова были какие слова были до этого ну вот, мне еще в МС кинсмит про это все одуванчик, бабочка кораблик это все слова не несущие никакого технического смысла значит, сталь кинсмит про это была 53 сталь сталь как вы говорите сейчас называется фа фа это 52 дx52 все в контракте на покупку стали фа будет написано по посту по ен такому-то дx52 коммерческие названия и слова мы постараемся чтобы она была хорошей ну, реально стараются реально стараются ну, и 52-й тоже стараются точно так поэтому мы очень любим SSIB как посовщика стали мы действительно видим повторяемость характеристик я вам скажу такую вещь значит, мы ежедневно вот мы именно не занимаемся пальцем это раз и даже кто занимается пальцем он работает то на морозе то в чистом поле то в жару то, соответственно у него инструмент такой, то другой сегодня он делает трубу по таким углом завтра по другим значит, сравнение разного в разных условиях не является научным экспериментом научным экспериментом является либо сравнение одинакового в разных условиях либо сравнение разного в одинаковых условиях. Одинаковые условия для стали, это уж, да простят меня любители фальца, это станок для производства метаночерепицы. Он создает одинаковые условия для любой стали. Просто одинаковые. И мы работали с разными поставщиками, и вот у метаночерепицы от марки стали, от соотношения предела текучести, предела упругости и так далее, зависит, как она себя ведет в станке, как выглядит накрывающий край, то есть край, прошедший через волки, гафрится, вафлится, извините, народ так говорят, или натерут как струна, можно с ним что-то сделать или почти невозможно. И тут важна повторяемость. То есть если в рамках каких-то производителей от рулона к рулону мы видим, что станок работает со сталью по-разному, это значит, что нет стабильности характеристик внутри стали. О, отлично, вот это то, что надо. Хорошо, значит, формально по ГОСТу надо брать выборку поперек рулона, но это не имеет большого значения. Серега, резань ее пополам, мы два испытания сделаем. Ну да, и там свои заморочки. Получали мы сталь от другого производителя, иностранного. И 280-я сталь от SSIB была вот такая. Если мы 280-ю сталь берем от другого поставщика, то она жестче настолько, что здесь ничего не получается. Ну не так, что уже совсем. Ну да, да, да. И поэтому, вот все говорили, у этого поставщика берите 260-ю, она такая же, как 280-ю того поставщика. То есть это стандарты отдельно, с завода мы постараемся отдельно, стабильность характеристик, которые выдает завод, отдельный результат. В общем, самое главное, реальная повторяемость результата. Несмотря на то, что в контракте пишут, что вот такие ворота мы впишемся. Значит, мы сейчас вот по просьбе зрителей посмотрим настоящую сталь концерна ГМЕ. Вот. А потом посмотрим на нее все пофига. Значит, я делаю заготовку в соответствии с рисунком. 50 мм должна быть часть с параллельными гранями. Радиусные входы, радиусные выходы для того, чтобы не порвалось в переходных зонах, для того, чтобы гарантированно сталь рвалась в плоской части. И 12,5 мм должна быть ширина вот этой штуки. Я 12,5 мм делаю на глаз, и на глаз же измеряю, и понимаешь, у меня получилось 15 мм. Ну, 14,5 мм. Но это не так важно, я не буду поправлять до 15 мм. Ну, давайте чуть-чуть меньше. Я когда уменьшу, я могу заусенцев наделать. На самом деле, на тех заводах, где этим снимают серьезно, есть порубной штамп, который из каждого рулона делает абсолютно одинаковую заготовку. Ну, то есть, отрезали кусочек поперек, поставили штамп, получили испытываемую заготовку, поставили в электронный станок, который по Тензо-датчику заметил, что началось движение, определил предел текучести. Предел текучести мы этим прибором не определим, мы просто определим растяжение на финише и факт разрыва. Значит, я сейчас делаю такую неправильную вещь, там написано везде, что наносите риски таким способом, чтобы не ослаблять сечение. Я поцарапал, но на самом деле нормально еще и не ослабился. Я так слегка не обцарапал. Я же тоже кусок наберу, почти как Серега. Так, все, барабанное дро. Детанцинка потом, или сразу? А? Сразу. Серега, нет, не Серега. Ну да, Серега, Коля, ты мне помоги. Отрежь от рулона детанцинку, которые стоят у тебя на ее стаке, ну, тоненькую полосочку, да? Да, Игорь? Отрежем. От рулона детанцинка, отрежь. Длину, вот, 50-метровую полосочку. У меня самая дорогая система, которую можно придумать. Борез консервис. Что у нас есть? Стриминкатор не дешевый. Да, у нас и гости. У нас и гости крутые. Так, все. Да, 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 да. В ладошки. В ладошки. В ладошки. Давай, давай, давай. Сейчас посмотрим, как тянется чистейшая немецкая медь. Ваши ставки с 50-ми... А? Как 52-я, ты их. Ну, посмотрим. Ну, Боря, Боря стул довольно снесет. Все. Барабанная игрока. Начинаем. У нас ребят спортсмен занимаются. Спасибо им. Вот и блины здесь. Прям у нас есть здесь спортзал. Там есть блины. Я написал расписку. Вернул. Держать. 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 Переходим на 10-килограммовый блин. Ой, фиксируем. А, одевай блин. Одевай блин. Ну, да, сюда. Как говорится, перехватываемся. Все, с него были. Все, нормально. Ну, погнали. Так, помолились. Потому что каждый, кого верит, домой помолился. Держать. Поехал. Дадим ей медленное движение. Ну, держит она. Мы видим, сколько. У нас сколько растянется, одного коба известно. Я ей не помогаю. Просто я... Надо медленно, чтобы она это делала. Медленно. Медленно. Все. Но неопротиво. Это понятно, что... У нее выбора нет. Она сама отпускает. Я просто страхую. Этот Василий Бабаевич. И хороших. И еще коровую блин. Надо как-то раздевать. Да? Да, действительно. Ольга Викторовна. Пластилин. Вот смотри, чем отличаются меди. Ноу-мейн. Медь, ноу-мейн. Подверскачная. Подверскачная, да. Смотри. Даже придется перехватываться. И мы к этому готовы. Говорит Василий. А теперь перевозим пластилин. Я аккуратно приставляю ее в вот эту штуку. Он панту под дальнюю тоже. Не, не, боль, боль, боль. Панту, панту, ханту, секунду. Все. Это у меня перехват. Только с виду все на глаз. На самом деле тут тонкий расчет. Все размеры выверены. Все. Ну, там немножко. Абсолютно чистый эксперимент мы провели. И. Да. Мы измерим вытяжку. Я думаю 64-65 миллиметров будет. Расстояние между рисками, между которыми было. И кисть. Коль, а что ты киски не сжимаешь? Как тебе этот эксперимент? Это у меня третья версия этой руководной машины. У меня была настольная, цеховая. А, была нет. Была такая. Маленькие, кисочки ручные. Да, тут будет все 68 или 70. Да, теперь я верю. 75. Нет. 65. Ну, 65 из 50 на всей плене. Причем она кинулась равномерно, без особой шейки. Да? И у нее произошло утонение. Так я сейчас его померю. В этой зоне. Да нет. Да нет. В том месте, где родная, она что-то какая-то лошадиная. 0,68 она. Я не знаю, почему это. Да, 0,68. А в том месте, где она порвалась, чудес же не бывает. Она вытянулась, ширина не изумилась, значит она стала тоньше. Вещество же никуда не делось. Она стала тут 0,6. То есть толщина от 0,60 в севастки до 0,6. Ну и длина из 50 мм 65. Миллиметров изменилась, без чудес. Мы ждем детанцинковую, детанцинковую, образец детанцинковый. Да, чем короче. Вопросы пока какие-нибудь, если есть, на эту тему. Сейчас принесет. Сергей, он то есть, так шуствует. А потому что бывает медь жесткая, бывает медь нягкая. А с виду и то, и другое медь. Вот, да, кстати, вот здесь кровельщики, если есть, да, то я показываю простой метод, вам заказчик купил медь. А вы, говорят, это медь, какая разница, какая медь, да? Вот простейшая разрывная машина, порвали, тянется или не тянется? Я просто зажимал в обычные тиски, на самом деле, я зажимал, я вот сейчас и этим тисками порву, естественно, проблем-то нет, негативно. Ну, то есть зажимаешь в тиски, здесь вот там пару оборотов каким-то образом, ну, или зажимы сейчас всякие есть, и в обычных тисках об какое-то там, ну, повышение просто рвешь. Ты не померяешь усилие, но ты увидишь, она сухо порвалась или она вытянутась. Вы всегда это увидите и покажете вашему клиенту. Вот для тебя. Серега поехал в Астрию, да, где у нас завод-то? В Астрию. В Германию Серега поехал, а ему на границе сказали, у вас виза просрочена. Ну, не, не, он шустрый, он это сейчас кричит. Ну, мы не можем это ускорить. Андрей, можно пока уточнить? Да. Ты 15 минут назад сказал, что мы не занимаемся фальцем. Понимаешь, такой фраз? Да, 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 да. Мы своими руками ежедневно не укладываем фальцевые крови. Поэтому мы не ставим научных экспериментов по тому, как это происходит. Мы общаемся с прекрасными кровечками, получаем от них отзывы, но, к сожалению, эти отзывы нельзя считать научной информацией, потому что один делал деревни такой, другой другой. У одного был мороз, у другого было жарко, и они поделились своими впечатлениями. Из этих впечатлений мы, в общем-то, не особо можем сделать значимый вывод. Особенно по долговременной стабильности. От рулона к рулону, что происходит. А вот когда мы ежедневно ставим, да, Вася Васильевич? Когда мы за год, там, миллион квадратных метров стали пропускаем через одинаковые станки в одинаковых условиях, мы понимаем, что вот здесь у этой стали характеристики стабильные, а у этой нестабильные. будьте внимательны. А у этой никто и не обещал, что будут стабильные. Она же дешевая, что вы от нее хотели. Никто ничего и не обещал. Но могут ли у нее оказываться стабильные? Просто никто ничего не обещал. Игорь, ну чего, Игорь, волнуешься? Нет. Молодец. А на сколько даже вытрукся? Сколько еще. А? Сколько. Хорошо. Посмотрим. Вот. Отлично. Я вот на всякий случай делаю загиб. Вот. Потому что надежнее, тиски будут надежнее держать, потому что такая петелька есть, которую держать приятнее. Это тиски сделаны на Коломенском тепловозпроительном заводе. В 1931 году по заявке той фирмы, в которой я работал раньше. Мы выпускали оборудование для ремонта автомобилей. Тиски из оснастки для правки кузовов. Из оснастки. Паковки делали по нашему заказу. Огромный завод. Это же был расцвет частного предпринимательства. Огромный завод, который был в плохом финансовом состоянии. Я откликнулся на объявление в газете «Аргументы и факты». Ищи партнеров по чему-нибудь по кооперации. Мне тогда было 30 лет. И я, 30-летний пацан, общался с главным инженером Коломенского тепловозостроительного завода. Он уводил меня по всему заводу. Показывал, что-то мы с ним торговались. Отвел в столовую у меня. Это 1991 год, напоминаю. И там он-то взял свой обед, и я свой беру. Говорю, компот. Мне говорят, стакан принес. Я говорю, нет. А этот товарищ говорит, это со мной. Ему можно дать стакан. То есть рабочие ходили своими стаканами в то время. Потому что иначе их воровали. А два инженера доверяли, и вот его гостям давали стакан. Когда я приезжал в Ситовское столово в другое место, счет там где-то чек-чек-чек-чек-чек. Выбери-выбери, а денег берут больше. Я говорю, а чего вы денег больше берете? Ну как, залог за ложку. Я говорю, понял. Ложку сдадите, мы вам вернем рубль. Это вот 1991 год. Я не шучу. Залог за ложку я платил. Так, а я лично не сделал. Или сделал? Я. А что же вы тогда снимали? Я там сделал. Так что мы берем интересное время. Коломенский тепловостроительный завод не справился с заказом маленьких частей следов. Вот он и гидрай. Он брался сделать паковки, а потом фрезеровку. Паковки сделали с фрезеровкой и подвели. И, как говорится, кейс номер один. Когда заключаете договор, предусматриваете все тонкости. У нас не была разделена цена на паковки и мехобработки. Мы потом их забирали паковки и на невыгодах для себя услышали. Кейс номер один. 1991 год. Потом фрезеровали, но, понимаешь, цена была на заводе с фрезеровкой. Они сказали, ну да, паковки 100 рублей, фрезеровка рубль. Забирайте. А на самом деле, где же? Да. Ну, нам интересно, сухой будет разрыв или нет. Серега, одевай мне. Она же толстая. Она 0,8, да? А? Ну, мы померим сейчас. Мы верим, но мы мерим. Мы верим, но мы мерим. Мы всему верим и все мерим. Потому что фигли мерить. Фигли верить, если нечем мерить. О, все, поехали. Ну, все, усилие понятно. Исходя из того, что толщина 0,8, сухой разрыв. То есть растяжение очень маленькое. Ну, собственно, он рвется, это известно. Хотя температура плюс 20 здесь. Он ночью стоял в тепле. Порвался. Вот можете посмотреть на разрыв. То есть требует особой аккуратности. Особой аккуратности в работе требуется. Это тот редкий случай, когда он порвался мимо риса. Поэтому я даже не смогу сказать облинение. По стандарту на этом случае говорят, вы немножко оставьте. Вот уже не очень много. Вдруг если порвется здесь повторить эксперимент. Ну, я думаю, что нам зрительного впечатления достаточно было, да? Что, ну, он порвался выше риски. При этом к рискам усилие прикладывалось. Ну, да, между рисками стало 53 миллиметра. То есть на 3 миллиметра он вытянулся между рисками. Ну, и, собственно говоря, мы утонения тоже здесь сейчас не увидим никакого, да? То есть мы вот меряем его родного. Ну, 0,69. 0,69. И мы меряем его в зоне разрыва. И будут те же 0,69, естественно. 0,68. Ну, 0,68, да. То есть вот на сколько-то там, на полтора процента утонения, на полтора процента, или на три процента удлинения. Вот, собственно, вот так будет сложно проверить для себя, понять, насколько аккуратно надо работать с этим материалом, да? Украшенные стали есть свои особенности. Там краску важнее, по-сарапать. Но порвать ее очень трудно. Я сегодня довольно грубо занимался там, чем я занимался, выполнял, как сказать, задание довольно грубо. Но я ее не порвал. Я ее все избил, сарапал просто, но не порвал. Спасибо за внимание. У нас небольшой перерыв. 13 часов, это буквально через 11 минут, продолжим общаться. У нас тема будет...